Тема моей сегодня проповеди называется «Плачьте с плачущими». Я не знаю, насколько вы думаете, что легче – радоваться с радующимися или плакать с плачущими? Правда, вы так? Месяц назад вы по-другому думали, да? А сейчас как-то такой вопрос встает более сложный. Интересно, что Иисус, даже Иисус плакал. Можно было сказать Лазарю, который умер, что, возможно, сам виноват. Правда? Ну, например, неправильно питался, зарядкой не занимался, ну и еще там, может быть, что-то натворил, ну и остальное мы знаем. Но интересно, что Иисус, видя беду, видя смерть, плакал, то есть сострадал. Римлянам 12 глава, с 15 стиха написано, 15-16. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе». Новый перевод написано «Не будьте о себе высокого мнения». По-английски написано «weep with those who weep and don't think you know it all». Интересно, что призыв не просто радоваться с радующимися, плакать с плачущимися. С одной стороны, здесь мысль очень ясна, умейте сострадать. С другой стороны, здесь есть другая мысль, между строк. Это мысль верующие, христиане, будьте едины. Потому что если человек не умеет радоваться с теми, кто радуется, значит у него проблема с завистью. Кому-то лучше, чем мне, богаче, круче, чем я. Другой вариант – не может плакать с теми, кто плачет, значит недостаточно, возможно, любви или сострадания. Оба варианта неправильные, но главное хочу подчеркнуть, что здесь и так же кроется глубокий смысл – это единство. Кстати, это подтверждается в этом же стихе. Чуть позже написано «плачьте с плачущимися» и дальше написано «будьте единомысленны, будьте друг с другом едины, вмещайте друг друга». И, конечно же, это обращение слова к верующим людям. Это 16 стих. Да, друзья, когда человек проходит горе, почему-то часто наша первая реакция – это рассказать ему, за что он наказан. Быстрее почему-то хочется осудить человека и рассказать, указать, в чем он виноват. Я помню, друзья, как я сам в этом виновен. Когда-то разбился один парень на мотоцикле, и я видел, как он ездил неправильно. Неправильно это, то есть быстро, на заднем колесе. И, конечно же, иногда бывает у нас такое, что нам хочется сразу кого-то научить, а точнее осудить, а потом уже, может быть, сострадать. И уже этого парня, в принципе, не было смысла чему-то учить. Человек погиб. Но вот все равно хотелось как-то другим как-то вставить, наставить. И я помню, мне об этом стыдно рассказывать, как когда-то тогда меня Дух Святой обличил. И такая просто легкая фраза. Вначале сострадай, а потом наставляй. И, конечно, эти подобные примеры, возможно, кто-то в своей жизни вспоминает. Я помню, что так же было в истории и Иова. Иов тоже, помните, страдал, проходил горе, беду. И друзья его пришли. И помните, как было. И это хороший пример для нас, напоминание снова. Та же мысль, не спеши судить, не спеши обвинять. Я думаю, для нас, верующих людей, Христос, который призывает нас, во-первых, любить Бога, во-вторых, любить ближнего. Сейчас мы проходим хорошие с вами тесты, обстоятельства, когда мы испытываемся, насколько мы можем любить ближних. Учить или любить? Наставлять или сострадать? Что идет первое, что второе? Но главная мысль, я думаю, ясна. Если человек не пережил, что такое, если ваша дочь, ваш сын, вы никогда не проходили развод, вам трудно понимать ту маму или того отца, кто имел такого сына, кто прошел через развод. Если у вас нет сына-наркомана, вам тяжело понимать и сострадать тем, у кого есть. Если вы в своей жизни никого не хоронили из близких, вам тяжело понимать и трудно сострадать тем, кто похоронил. Намного вы будете лучше, больше понимать, если ты сам это прошел, через сам это пережил. Когда мы видим детей, неверующих родителей, нам намного быстрее почему-то хочется их осудить, поставить на место и сказать, какие родители нехорошие, как они неправильно воспитали своего сына. Снова причина та же. Если ты сам через это не проходил, не спеши судить, не спеши обвинять. Вначале сострадай, а потом наставляй. Да, друзья, так же и с войной. Если не пережил, если сам не прочувствовал, то нам, верующим, в первую очередь важно помнить. Вначале сострадай, а потом рассуждай, научай, составляй, наставляй и так далее. Когда ты сам не проходил через горе или ужас, поверь, ты, я не знаешь, как бы ты отреагировал в той ситуации, на их месте. Но здесь даже не то, что наша реакция сейчас главная. Главное, какая наша реакция к тем, кто страдает. Это может быть в семье, соседней, здесь, в церкви, у нас, у друга, у брата или где-то там на войне. В любом случае, реакция у всех есть. Вопрос какая? И главное, какая первая? Научай, наставляй, потом сострадай или вначале сострадай, а потом рассказывай, кто прав, кто виноват. Друзья, единство среди христиан сегодня, как никогда, разрывают. Разрывают, разрывают медиа, разрывают пропаганда, разрывают тяжелые слухи, разрывают разные каналы, разрывают христиан. Дьявол заинтересован в этом. Сам Христос сказал, если царство разделится между собою, то не устоит. И сегодня царство тьмы наступает на царство света. Царство тьмы атакует и верующих людей. И оно по-любому на нас как-то влияет. И нам важно, помните, друзья, что Христос призывал нас при этом всем, страшном, несправедливом, по-разному можно это называть, оставаться едиными. Едиными, как христиане, едиными, как братья и сестры. Вот почему написано, радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Тем, у которых горе, у которых беда, там, где пахнет смерть, там, где это реально. Плачьте, сострадай, а потом наставляй. Иоанна 17, 20 стиха написано, Иисус Христос и Его молитва о единстве, о верующих людях. Написано, не о них же только молю, но и о верующих в Меня. Да будут все едины, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе. Да будут они едины, да уверуют и увидят мир, что Ты послал Меня. Новый перевод. Я молюсь не только за них, но и за тех, кто поверит в Меня, благодаря их учению, чтобы все были едины, единым целым. Но я понимаю, что смотря на верующих в разных ситуациях, обстоятельствах, конечно же, нас удивляет злые какие-то комментарии, нас удивляет высказывание некоторых верующих. Но я хотел вас успокоить, друзья, не стоит сильно удивляться. Библия об этом знала, Библия об этом предупреждала. И поэтому и сегодня я напомню всего лишь то, о чем сказано в Библии. Исаии 5, 21. Там написано «Горе тем, которые зло называют добром, и добро называют злом, и тьму почитают светом, и свет почитают тьмою». Христос предупреждал. Писание говорит о том, что будут люди разные. Будут люди, написано есть волки в овечьей шкуре. Только, вы знаете, лишь конец, когда там будет разделять Христос, будет разделять, будет отделять и пшеницу от соломы, и там будет выявляться настоящее верующее. А пока мы на земле, есть всякие, просто по названию верующие, есть по форме верующие, есть по традициям, а есть по-настоящему, по сути, по духу. От них дышит, всегда дышит. Дышит миром, дышит правильным. Вот ты когда слышишь «общайся», тебе на душе встает как-то хорошо. Или по-другому, встает как-то тревожно, приходит какая-то агрессия, приходят еще какие-то чувства не очень приятные и хорошие. Поэтому, друзья, не стоит сильно удивляться тому, что даже нас, верующих людей, сегодня пытаются разорвать, пытаются столкнуть, пытаются как-то посеять вражду. Я говорю за настоящих, истинных верующих людей, братьев и сестер по всему миру. Мы призваны, Христос призывает, Он об этом молился, чтобы мы оставались едины. Нас будет мир и уже атакует. Атакует, убивают верующих и неверующих. Друзья, соцсети сегодня разрушают сознание наших детей. Наука сегодня современная здесь тоже разрушает и убивает наших детей. Еще что-то тоже разрушает, разрывает единство среди верующих людей. И нам нельзя, друзья, позволить, допустить, чтобы мы еще сами себя, верующие, друг друга убивали. Нас и так убивают, нас и так разрывают. Мир нас атакует, тьма нас атакует. Нам важно как раз в это тревожное время верующим людям оставаться вместе, оставаться едиными. И понимать, что да, есть люди разные, только может быть название, но все равно в этом мире Христос призывает нас быть едиными. И при этом, друзья, понимать, что мы должны друг другу служить. Я хочу привести пример самарянина доброго. Я знаю, что эта история для всех знакома. Но интересно, что когда самарянин проезжал, то написано в той истории, что он увидел, и первая его реакция была, он сжалился. Он вначале сжалился. Хотя, пока человек лежит, там непонятно, он побит или он убит. Но по сути нет разницы. Человек лежит. У него беда, у него горе. И у него реакция. Написано, сжалился. Но интересно, до этого там было еще два духовных. Тоже были верующие люди. И тоже по-разному реагировали. Вы помните, они тоже смотрели. И у них сто процентов было мнение. Они тоже проходили. Пытались как-то разобраться, почему, за что бедный пострадал. Но наше призвание, как христиан, вначале сострадай, потом наставляй. Я знаю, что сегодня очень много, особенно во время технологий мы живем, любой человек может на Ютьюбе рассказывать, пока не устанет и не заснет. Рассказывать может, что он хочет. И часто почему-то там учителя собираются, все учат, 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 рассказывают. Все рассказывают, как надо и что надо. Но наше призвание. Помните, вначале сжалился. А потом действуй. Если в его огороде беда, помогай. Потому что ты не знаешь, когда в твоем огороде будет беда. Когда в твоей семье что-то изменится. Поэтому я знаю, что у нас получается сострадать своим в семье. А если страдают те, кто вне круга семьи, хватает ли сострадания для них? А знаешь, что такое сострадай? Сострадай – это значит действуй. Сострадай – это не наблюдай. Сострадай – это действуй. Действуй деньгами. Действуй делами. Действуй – отдавай время. И действуй молитвами. Другой вариант – наблюдай, рассуждай. Или сострадай и действуй. И я верю, что это призвание верующих людей. И в этой притче о добром самарянине это очень ярко показано. Один человек тут спросил у Иисуса уточнить, что мне нужно, чтобы попасть на небо. Ну, дай определение, Господи, что такое духовные люди. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Луки 10 глава, 25 стиха. И дальше Иисус ему отвечает. Как бы за ближнего рассказывает. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душею твою, всею крепостью твою, всем разумением твоим. Видишь, сколько уровней любить Бога. Все грани. И на уровне мыслей, и на уровне своих дел физически. И ближнего своего, как самого себя. И ближнего, как самого себя. То есть и ближнего, другого человека. Не обязательно с круга твоей семьи. Возлюби, как самого себя. Ну и дальше Иисус делает вывод, 37 стих. Кто правильно поступил в этой истории? Там из троих только один оказал милость. И сострадал. Он сказал ему, тот, кто оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему, иди и поступай так же. Иди и поступай так же. Когда мы видим беду, вопрос, у нас есть сострадание или мнение? Когда человек какой-то заболел. Правда, мы чаще всего пытаемся как-то вычислить, за что его Бог наказал. Я не знаю, почему так оно туда как-то идет. Когда у человека беда, мы как будто университет не заканчивали, но знаем, за что, почему, просто сказать боимся. А иногда и не боимся, иногда говорим. Говорим в соцсетях, говорим в вайбере, в ватсапе, говорим в комментариях на ютюбе, говорим. То есть мы не просто говорим, мы даем мнение, мы даем наставление, мы наставляем и рассказываем, почему, за что и как, кто прав, кто виноват. Давайте вначале, как верующие люди, мы поймем, что наше призвание вначале сострадает, а потом наставляет. Давайте попробуем его сказать вместе. Вначале сострадай, а потом наставляй. Правда, у вас есть дети, иногда они поступают неправильно, иногда мы даже их наказываем, иногда их бывает жалко. Но если вы детей своих любите, правда, даже если они попали в беду по своей глупости, все равно вы вначале сострадай, а потом, может быть, наставляй. Ну, потом и ремня дай, все как бы в пакете, но любящий вначале сострадай. Да, друзья, хочу вам напомнить один очень важный контекст. Когда этот самарянин пришел на помощь тому, кто лежал, важно здесь очень увидеть центральную мысль. Самаряне с иудеями что? Громче. Для эфира скажу, у них была вражда. Иудеи с самарянями не сообщались. И вдруг валяется, вы понимаете, реакция. Можно было бы написать комментарий по поводу, чего он валяется и за что. Или так ему и надо. Или же вместо комментария взять, с кармана достать, положить, отвезти, накормить и сделать. Все по тому же принципу. Вначале сострадай, а потом наставляй, что ты ходишь этой дорогой, и что ты здесь сам попал. Правда, друзья? Вот это то, что движет, должно двигать нами, христианами. Христиане, друзья, нас объединяет, нас объединяет кровь Иисуса Христа. Мир, мидия, все остальное, все, что представляет царство тьмы, разделяет, всегда будет разделять, всегда будет разделять, всегда будет разделять. И вы видите, что царство тьмы иногда достигает этой цели. Но мы должны объединяться, понимая Священное Писание, понимая духовный мир. Вы помните, дорогие христиане, когда во времена гонений верующие люди сидели в тюрьмах. Сидели в тюрьмах, и там сидели люди в тяжелых условиях, христиане. Они были там голодные, они были холодные, их там унижали, над ними издевались. Вы знаете, что с ними было? Эти верующие люди, они сидели вместе, они вместе ели, они вместе пели, они вместе хлеб делили, они вместе Богу молились. Но самое интересное, они были разных национальностей, они были разных конфессий. Но они вместе ели, вместе пили и вместе хлеб делили. И мы сегодня будем этот хлеб делить. Вместе, все, верующие, уверовавшие в Иисуса Христа, братья и сестры, что их объединяло? Что их объединяло? Вначале сострадай, а потом рассуждай, наставляй. А еще что их объединяло? Это кровь Иисуса Христа. Вы знаете, что их тоже пытались поссорить? Кто знает истории загонения, там тоже был сэрап. Сэрап это как подстава. Мне рассказывал один человек историю, как пытались специально подставить, что как будто это сделал один верующий против другого верующего. Потому что их небольшая группа, они были настолько непобедимы, едины. Их влияние было такое большое, их было меньшинство. В той тюрьме все были неверующие зэки. Но вот эта небольшая группа верующих настолько были едины. Это был свет, это была сила, это было влияние, это была демонстрация просто Божьей любви. И, друзья, и они власти это знали. Вот почему пытались их подставить, чтобы как будто бы Он тебя поранил. На самом деле мы должны понимать, что мы как христиане все объединены кровью Иисуса Христа. Как они делились там в тюрьме хлебом, таким мы сегодня будем это делать. Потому что мы все последователи Иисуса Христа. Редактор субтитров А.Семкин